думала это змея фокус настроили быстренько фокус настроили оба на блин какой кайф смотрите ножка толстая мясистая но красавчика не гриб просто красавчик стенной ножки ухты сколько мяса и он полностью червивый опа на смотрите я тут иду и неожиданный неожиданный завтрак обед вот это молочная зрелость примерилась режу смотрите их там сколько мамочка родная я уже сбилась со счет у нас богатыри прям целые я успела вперед червяка может быть с такой скоростью растут грибы кстати кто-нибудь знает с какой скоростью растут грибы доброго вечера всем канал по щучьему велению снова вас приглашает на тихую охоту с главным грибником анютой несколькими часами ранее прошелся дождь у меня закончился рабочий день понятное дело что вечером уже было к вечеру должно пройти здесь очень много грибников потому что не сильно далеко от города но свои грибы я думаю что я все-таки найду вы должна найти основное походить подышать воздухом проверить свою наблюдательность вот я вижу первый масленок наверное будет собираться еще дождь у нас потому что вот очень какие-то идут и вообще по прогнозу целый день дождь так масленок у нас молоденький но весь червивый вот это вот тут часть наверное можно будет перебрать и частично шляпку вырезать ну что с почином двигаем дальше внимательно также продолжаем следить за следами возможных диких зверей потому что здесь прямо мы хорошо будем углубляться в тайгу наблюдаем не только за грибами но и за следами сетка на мне на меня на лето сейчас я наверное сниму вроде как не зарится на меня кровосущие мошка и комар с плохо скрываем им удовольствием желающие попить кровавый коктейль 2 отрицательной группы не дали не предоставлю им такой возможности ну в общем гуляем только ускорила шаг и смотрите маленький боровик маленький белый едва показался снова червивый снова червивый частично можно взять но почти уже в нем ничего не осталось очень жаль по поводу наверное сегодня не в конце ролика своей прогулки давайте на раз становимся на самом главном вопросе конечно это очень увлекательно собирать грибы это полезное занятие хочу сказать сразу собираем только те грибы которые мы знаем это потому что некоторые гриб бывает съедобный но к сожалению один раз в жизни чтобы не стать героями знаете таких историй бесконечных врачей что за счет приезжаем на вы на вызов вся семья отравилась грибами промыли желудки привели в чувство и значит ожившие уже скажем так домочадцы говорят так о чем не делать то с теми грибами может их еще раз переварить и пережарить но на что врач говорит друзья я уже тогда наверное лучше тут и подожду вот значит первое первый показатель вот бабушка меня первый показатель или признак если вы сомневаетесь в грибе съедобный несъедобный ножку обязательно взяли попробовать то есть чистый гриб о съедобный гриб он имеет сладкий вкус грибов к сожалению очень мало надо уезжать в другие места вот тут нашла притаившийся подосиновик вроде как даже ничего это молочная зрелость ложных подосиновиков не бывает чем хорош вот этот гриб он абсолютно безопасный в случае с грибами там есть ложный боровик вот и довольно таки ядовитый я всегда то есть когда его срезаешь ножка вот у подосиновика она синеет это нормально а у натурального боровика съедобного ножка никогда не должна синеть вот то есть если ножка синеет это гриб ядовитый гриб боровик то есть надо четко понимать вот еще один подосиновик может быть столько народу не было за грибами надо ездить рано утром конечно не в 4 не в 5 вечера великолепный молодой грибочек либо уезжать на раз автора вальдемара возьму супруга поедем на другое направление потому что здесь уже по моему здесь по моему все видите одни ножки я хожу по своим местам может быть утром есть у нее что-то нашла бы но увы только ускорила шаг и вот смотрите боровик я уже решила отчаяться думаю наверное тут ничего не будет а нет мои глазки увидели вот такое красивую такой красивый дар природы это белый в чистом виде сейчас у него шляпка темно-коричневая в диаметре бывает до сантиметров 10-15 прямо не такие большие при большие вырастают вот это молочная зрелость очень странно что грибники пропустили вот такой подосиновичек видим не ярко насыщенная шляпку подосиновика она варьируется от места произрастания даже бывает до ярко-красного оттенка вас в основном темно-коричневая такая из красно кирпичного оттенка вот видите вот такой вот желтовато оранжевый экземпляр срезаем подосиновик чистенький встречается еще белый подосиновик альбинос он в основном растет в таких болотистых местах ну в общем пока грибочек маленький на спичечку похож самый самый красивый внешний вид ну неважно какой возьмешь разновидность греба между прочим как подосиновики сыроежки и боровики их не обязательно подвергать термической обработки их можно кушать прямо в сыром виде ну понятное дело мы люди традиционной закалки и можем кушать их после термической обработки то есть я всегда варю минут пять-семь после вскипания и потом и потом откидываю на дуршлаг моем от песка там допустим какой-то мусор есть и вдруг при переборке зацепился но основное после песка и потом уже дальше мы начинаем обжаривать с луком с картошкой и готовить всеми любимую грибницу смотрите какая россыпь брусники она уже поспевает потихонечку понятно что сбор брусники будет где-то конец августа она дозреет опа на смотрите я тут иду и неожиданный неожиданный завтрак обед кто-то оставил довольно давно вот уже туда прибежали муравьишки надо же потеха какая а здесь у меня присосался комар с плохо скрываемым наслаждением он себе добывает кровяной коктейль я прям даже чувствую как он хоботком подсасывает кровь впился и я так я считаю себя самым крутым грибником смотрите я тут увидела гриб подосиновик он растет во мху я думаю тут было очень много грибников но этот гриб достался только мне срезаем тоже видим как перепад шляпки здесь у нас сто процентов червоточина это уже потом буду перебирать вырезать он даже вот только-только наверное показывается вот видите перепад цветовой гаммы но позавчера я собирала было более насыщенная шляпка как красно кирпичного оттенка два дня такая знаете влажная дождливая погода солнце мало и поэтому наши грибы подосиновики вот как-то не окрасились не набрали цвета так ну вот кстати про укус комаров очень хороший способ у меня очень сильно зачесалась вместо укуса я вспомнила приеду домой очень хорошо помогает насыщенный раствор соли можно даже просто вот крупицы соли смочить водой и намазать место укуса очень хорошо снимает зуд попробуйте может кому-то пригодится итак как определить гриб можно употреблять в пищу съедобный или нет значит мы берем самый простой способ и пробуем если ножка сладенькая гриб однозначно съедобный у подосиновиков нету ложных подосиновиков они все съедобные случае с боровиками это гораздо хуже там есть ложный очень ядовитый боровик горький поэтому будьте осторожно у нас на севере нету такого но ближе туда в южную часть вот в беларуси у меня есть ложный ложный боровик как моя бабушка говорила кушайте те грибы которые кушают червячки это точно безопасно если вы видите что в этом грибе живет червячок вы его собирайте тут вела неспешную беседу о вредности и вредности грибов съедобности несъедобности я вот такой нашла подосиновик маленький малюсенький давайте-ка закроем тут вот рядышком вот еще один срез вот но у нас здесь не дают вырасти большим грибам потому что очень много грибников все мы ходим по одному и тому же месту он там впереди белая машинка мелькает так что я думаю сегодня все после работы двинули по грибы вот завтра надо будет другое направление выбирать если соберемся ехать ну конечно время выезда уже будет 5 утра может быть даже 4 так вот еще один красноголовик тоже маленькая червоточинка но это не беда срежет зрение у меня конечно плохое но мне почему-то кажется то вот красноголовик и даже не один и странное дело смотрите-ка их даже два и кто-то их пропустил как можно было их пропустить я понятия не имею потому что ранее грибы идут в основном возле таких вот проселков на проселочных дорог они бровку любят он смотрите-ка еще он там вдалеке возле вот этого тычка березки там еще один подосиновик очень-очень странно что эти грибов не заметили видим красно-кирпичная шляпка здесь вот такой вот 22 двойничок братик и сестричка тут вот был старших не братик мы срезаем вот этот вообще просто шикарный мясистая ножка надеюсь червячки до него не добрались просто изумительный изумительнейший гриб ой миш прям слюки текут так вот этот полностью съеденный ну что отрезаем быстрее быстрее режем тоже такая же ножка богатырская мясная это знаете что гриб земляное мясо это точно ура и давайте пойдем вот я еще один вижу здесь уже бледная шляпка смотрите это вот грибница одна возможно не одна но очень большое расстояние она забирает то есть если вы видите где-то один гриб значит еще должно быть но вот здесь вот такая более бляклая шляпка так ну я конечно очень сомневаюсь что здесь не было грибников но я уже иду за четвертым грибом за четвертым подосиновиком как такой может быть я не знаю так ножка с червоточинкой тут мы маленько опоздали червячок вперед успел тут я ведь и надо будет разрезать шляпку попробуем на камеру по большому счету я думаю что он весь червивый этот грибочек ну если не грибник увидите червячок вперед успел нам не повезло очень не повезло так ну что разворачиваемся я ползу дальше как-то вечером даже грустно ходить бродить отдыхать но все равно это хорошая прогулка очень приятно с такой толикой азарта кто кого кто более внимательный грибник ну я знаю что я хорошо вижу грибы я понимаю где они могут расти вот знаете там тоже есть такое шла-шла меня выключился телефон и вот в продолжение вот стоит машина он видите я так понимаю что тут люди хорошо прошли вот и тут же пропущен гриб сейчас я вам еще один я у тут срезала я вижу ребята он маленький на коленках смотрите какой подосиновичек но он к сожалению до него быстрее добрались червячки уже всего скушали так что ребята я вам точно скажу ваш гриб достается только вам вот давайте неспешно тут сейчас пробежимся мне кажется вот эта первая волна я тут уже не первый день хожу и мне кажется тут уже все все срезано все что можно было вырасти выросла вот я вон еще вижу красноголовик очень большой и два побежала к тому увидела вот эту красоту срезаем отличный вид и пик там а там два там три даже вон один большой смотрите и вот там он там еще семейка вот это мне повезло очень смотрите диаметр шляпки красноголовика может быть довольно таки большой этот гриб не первой свежести вот смотрите сантиметров сколько ну здесь наверное вот уже такой довольно таки взрослый гриб имеет видите ворсинки коричневого оттенка они уже почти созревшие он видите сантиметров даже к сантиметру вот видите приближается тут видно очень много червячков на срезе красноголовик красноголовик любит посинеть молодой на срезе ну в общем вот так вот маленькие грибочки это просто чудеса это просто такой подарок природы вы не представляете кстати я тут вычитала в интернете что в красноголовиках даже есть железо это не просто натуральный белок а в них еще есть витамины калий и железо железо в красноголовиках я думаю что ты за содержание железо как раз и вот такую шляпку он имеет и побежали еще один вон там вон там парочка вон видите сейчас я ведро возьму и пойдем это все в районе вот той вот белой машинки то есть люди куда-то пошли а я тут нашего нашла целое сокровище вот такая парочка сладкая оба на оба великолепный срез просто исключительные прям чувствую насколько молодой грибок полюбовались ребята просто картина просто картина и закрываем нашу грибницу там еще будут спустя два-три дня если кто-то знает эти места приходите здесь еще можно будет срезать новые грибочки там смотрите как я чуть не наступила как так может быть вот это вот грибница грибница довольно таки большая вот мы видим то есть четыре пять шагов по круге это точно вот это одна грибничка так ну что давайте тогда посмотрим что здесь вон грибники возвращаются не знаю там видно не видно вот вот слышны голоса так что а мы с вами собираем так ну с другой стороны зашла своего ведра вот она ведро вот еще один подосиновик так странно мне знаете что ни одного боровика не встречается так ну он тоже он весь наверно сквозь червивый к сожалению до червячок нам не оставил шанса оба на так ну я думаю что знаете шляпка будет хорошая ну вот эти то есть пошел снизу червяка вон еще один видите давайте ка туда прибежим никому не будем показывать что могут быть грибы так вот из под веточки его так тут тоже червячок был ай-яй-яй-яй-яй куда она тут катится маленько на приборке видите так разрезаем и такая же картина ножка вся червивая но не успел подняться до головки до шляпки так ну что понесли нашу красоту нашу добычу наша ведерочка наша ведерочка так ну все здесь я больше конечу не вижу давайте будем продолжать нашу тихую охоту дальше так вот это мне кажется знаете что этот гриб называется сыроежка да это сыроежка здесь у нас на севере в принципе мы такую не собираем в беларуси мы с удовольствием собирали грибы вот такого плана то есть у нас лисички в основном и вот такие вот ну в общем такого плана это сама чешуйчатые вот вот здесь маленькая такая хорошенькая сыроежка вот чистенькая но здесь очень много на севере хороших сортовых грибов поэтому мы сыроежки оставим зайчиком кстати если вы видите гриб который кушал грызун там заяц или допустим мышка лучше такой гриб не брать по той простой причине что содержится много довольно таки опасных болезней для человека вот они могут оставлять на грибе на вратовой полости грызуна поэтому лучше не рисковать такие грибы не собираем так вот тут вот еще один у нас подосиновичек маленький посмотрим как на предмет червячка отлично ведь это даже чуть-чуть чуть-чуть как его земли надо убрать чтобы там там у нас ведерки лишний песок не налипал вот грибов мало очень мало по моему тут еще один красный головик вот едва вылез едва едва вот так что я как бы похожу больше наверное прогулка сегодняшняя вот здесь я тоже думаю что шляпка будет чистым смотрите что я еще увидела я уже собиралась отсюда уходить смотрите что раз два три четыре пять вон там 6 оба на вот это я нарвалась так сейчас буду тогда к чужой машине возвращаться здесь у меня ребят у меня просто гложет азарт я поэтому срезаю быстро подосиновики и спешу скорее скорее дальше я просто не могу не могу держаться медленно это все делать это просто невозможно так тут надо еще внимательно пройти не спешить не спеша так и ну что тут вот тут вот видите тоже яички выложены и вот уже начали вылупляться я побежала быстро быстро может быть я тут еще что-нибудь увижу так подключу камеру когда я что-нибудь найду мне кажется надо возвращаться в обратную сторону в ту сторону как раз и пошла грибница пошла грибница иду все в сторону машины белой спасибо тебе машина не секрет возле машины всегда растут грибы и точно вот они вот они раз красавчик едва собирается второй съеденный вот просто полностью червилый поэтому озираемся идем тихонько дальше друзья пришлось снять эту сетку меня сожрали всю просто в этой сетке ничего не вижу просто ничего не вижу ой рифтомид не помогает вот все руки просто искусны хотя вот пахнет этим рифтомидом я еще сделала господи на в ванильку в общем нашим комарам все равно у на у нас такие суровые сибирские комары что они просто ничего не боятся вот это кровопийцы так я вижу подосиновик побежали туда двигаюсь подосиновику тут их две штуки они мне тут всем охорят во всю вот и говорят анютик мы здесь мы здесь вот один вот такой большенький но толстенной ножки ухты сколько мяса и он полностью червивый какая досада вот тут вот маленький кто-то наступил и тут вот совсем крохотуля но ее тоже на нее кто-то наступил ну вот это должен быть хорошая спичечка очень медленно прибавляется у нас ведре конечно ведро взяла на 12 литровой не меньше вот то есть быстро собираются те грибы которые с большими длинными ножками которые вам хуров растут а здесь они видите меленькие на перевале довольно таки сухо здесь хотя дождь был хороший но уже сухой лес этого недостаточно этого дождя который прошел вот поэтому вот как-то так так вот эта поганка я решила что грибочек что наверное пойдем вперед хватит тут уже маячить пойдем вперед туда же грибники вернулись я потом на обратном пути этой же дорогой пройду и посмотрю сколько грибов лично я пропустила ну что друзья на самом деле я тоже очень много пропустила грибов иду уже штук шесть знать это как в том кто-то тут посмеялся надо мной он иду и прям вообще такой красивый гриб подосиновик а это грит на пробовалась грибов вначале горит и за грибами ходила а теперь грибы за тобой ходят вот это она как раз тот случай я сейчас переключу камеру и как раз посмотрите какие грибы ходят за мной так этот гриб теперь ходит за мной нечего пробовать грибы фокус настроили быстренько фокус настроили оба на блин какой кайф смотрите ножка толстая мясистая но красавчика не гриб просто красавчик супер так продолжаем свою прогулку успешную я не думала что 6 часов вечера концу рабочего дня я вообще что-то могу найти несмотря на то что целое море людей я думаю что не один десяток тут прошелся я знаете камеру отключу два шага сделаю гриб поэтому не бойтесь приезжайте в любое время если вы умеете собирать грибы вот кто-то его даже растоптал подосиновик я думаю что вы всегда сможете найти и порадовать себя очень хорошим урожаем очень хорошим сбором для понимания подосиновики любят сыроватые места вот смотрите ка еще я вот только тут было я вижу еще один подосиновик они растут кучкой прямо смотрим внимательно вот есть такие беломощные вот здесь вот как участок это прям совсем ранний гриб я вот иду по очень раннему участку где можно собрать ранние ранние грибы более позднее они растут во мху с высокой ножкой я думаю что если не стемнеет я же тут медленно-медленно хожу вот мы еще про прокатимся в одно место вот я думаю что там тоже я быстро на собираю до собирают точнее ведро я уже в тот раз наметила это место я уже знаю куда мне идти ну в принципе любой грибник знает куда ему идти свои любимые места вот так что ищем дальше грибы знаю что здесь должны быть боровики тут вот это вот срезанные мною ножки это может три дня тому назад это вот давненько и тут смотрите присела об она вот он боровик маленький но я не за ним наклонялась я наклонялась вон там видите незаметно очень незаметный незаметный грибочек весь в песке прямо из песка песчаный я думаю что чистая ножка да сейчас я быстренько очищу песок потому что очень тяжело он отмывается и вот мы добыли своих ой 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 шляпку отломила но шляпка вон видите немножко червивая она я ее посушу с ножкой сейчас я разберусь и тоже отправлю ее так что здесь вот в этом месте должны быть боровики я попробую их найти еще не показать это я не смогла два таких пуза стика один и вон второй я уже по дороге сюда нашла штук 6 белых маленьких срезаем из-за мха да вот видно что червоточинка есть небольшая но на сушку это пойдет мы завтра баню наверно затопим и я посушу то есть сегодня предварительно начну сушить а вот этот вот прям совсем хорошо съели просушу на кухне а потом завтра уже засушу в парилке вот так что вот так вот внимательно и ваши грибы они будут ждать вас верите нет даже вечером они дождутся у думала это змея это какой-то шланг бегу знаете вот там он красноголовик но наверное он уже старенький он видите да он старенький уже туда не полезу вот так вот я зашла в такой мокрый лес здесь обычно эти можно встретить лисички ну и вот такой боровик лесной его у нас называют боровой я луговой луговой вот ведь я как раз на него наткнулась он имеет желтоватую шляпку вот этот уже довольно таки большой гриб его уже вовсю ели вот видите ворсинки начинают зеленеть но не меняют цвет мы вообще-то так себе вид у этого боровика там смотрю вон еще один видите там может быть чуть-чуть помоложе но не думаю что он прям хороший вон там еще третий тоже надо же вот идешь к одному примечай о так там в целых два и так не знаю видно там за березкой сейчас подойдем глянем еще один такой как бы ничего но видите прямо желто зеленая шляпка мы такие грибы не собираем уже для нас старый гриб тут вот еще их два тоже не сильно прямо таких молодых но вот их оставим пускай лакомица кто у нас тут жизнь какая лакомица странно что сюда никто не заходи вот ну и я если честно в тот раз тоже поленилась тут пройти хотя вот по пути было можно было их сорвать в тот раз и они были как раз очень кстати вот так что здесь я уже нахожусь четвертый раз вот и видите грибы все есть есть сюда зашел сюда вообще никто не зашел и я не зашел вот двигаюсь в машине начало седьмого уже вечера на часов девять у нас уже будут глубокие сумерки хочу еще в одно местечко заскочить под занавес и порадоваться тоже сбором грибов на пасашок переехала на другое место хожу там где я была позавчера ни одного грибочка нового не выросла но зато иду и вот он решил спрятаться наверное это с того раза посмотрите вот только-только приоткрыл свой домик свою морку отличный подосиновик вот видите сверху находился короче земля это иголка и вот не набрал цвета но здесь они все-таки имеют красно красноватый кирпичный оттенок красивая гриба немножко уже видите начал распушаться вот не первой свежести но это еще нормально это еще нормально почищу и будет супер странное дело но я наверное не видела в тот раз этих красноголовиков они были маленькие сейчас они вот гораздо больший размер имеют понятно что немолочная свежесть зрелости он видите шляпка уже не чернеет он уже такой перезревший маленьком грибочек так вот тут у нас столько надо было ставить маши в машине ведро взять маленькое ведерко вот смотрю там грибочек там уже вон старый не знаю как я ходила в тот раз уже уставшие торопилась на работу может вот этот вот ничего ну да этот еще вот может быть ничего вот такой вот красавец но здесь кстати в этом месте отсюда вонечервивый гриб вообще я в тот раз перебирала друзьям отдала тоже полакомиться пятилитровая ведерко и любовь александровна сказала говорит аня вообще очень чистый грит здесь ну я думаю что солнце так не жарит влаги хватает и не так мошка садится вот такой тут лес я уже всю паутину собрала вышел паук на охоту на красивый закат очень красивый он белая поганка какая-то вот ну в общем как то так часто тоже пробегусь уже побыстрее по лесочку друзья смущаются сумерки я буду потихоньку закругляться вышел он уже там почти к машинке вот ведро очень слабо наполняется прям тяжело притяжело вот всего лишь сюда же доверху не добрала тут еду вот такой вот боровичок но все ребята боровики червивые вот их на сушку либо можно в соленой воде отварить говорят что червячок всплывает выходит ну в общем честно сказать так вот срезаешь потом придумаю что с ними делать вот и вроде выкинуть жалко оставить здесь но на сушку может сгодиться не могу идти вот еще один вот этот вроде как под чистый но тоже кажется небольшая червоточинка есть этот песок дорогие друзья и зрители нашего канала по щучьему велению пришло время прощаться закругляться с тихой охотой со сбором грибов я насобирала почти 10 литров подосиновика немножко белого боровика было несколько маслят но ребята очень очень червивый гриб все-таки лучше собирать его в конце августа если он есть это гарантированно хороший гриб сейчас это можно сказать баловство очень много ход отходов около 60 процентов я выбрасываю собранного гриба если вам попался на такой червоточинкой моя бабушка всегда делала в подсоленную воду бросала чуть-чуть держала наверное около часа два соленая вода помогает попрощаться с червячками которые там живут ну вот мой сегодняшний сбор вот наверное пора домой всем пока кому понравилось ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на нас до новых встреч